Перед вами светодиодный бимодуль Optima. Он действительно довольно неплохо светит даже в варианте из коробки, поэтому и попал ко мне на пристальное изучение. В сети уже достаточно много обзоров этих модулей, поэтому сейчас я расскажу об их неочевидных особенностях. Вот это крепление, идущее в комплекте, специально предназначено для рукожопых установщиков. И если в сервисе вам предлагают поставить их именно таким способом, без резки отражателя, бегите оттуда как можно быстрее, и вот почему. Во-первых, сам модуль весит порядка 400 грамм. При его длине получается довольно большой рычаг. И как бы сильно установщик не затягивал вот эту гайку, модуль все равно будет трястись на кочках. Мельтешение света на дороге утомляет уже через несколько десятков километров, и привыкнуть к нему невозможно. Во-вторых, при установке должна быть возможность регулировки положения модуля относительно отражателя. В идеале он должен светить точно туда, куда светила фара с родной лампой. При предложенном производителе способа крепления модуль встает как попало, никакой дополнительной регулировки не предполагается. При попытке настроить собранную таким способом фару, горе-установщики часто срывают резьбы вот в этих вот пластиковых вкладышах. Это происходит из-за того, что модуль светит совсем не туда, куда светил родной отражатель. А диапазон регулировки отражателя, то есть длины вот этой резьбовой шпильки, не достатся для компенсации столь сильного отклонения. Причем отдельно эти пластиковые вкладыши не продаются. Поэтому смело выбрасываем вот это крепление. Правильный способ установки на резьбовых шпильках внутри отражателя с последующей фиксацией под полом. У этого модуль есть один очень спорный момент. Вот это активное охлаждение вентилятором. Кстати, я его разбирал, он на шарикоподшипниках, и по идее должен служить достаточно долго. Точно такие же вентиляторы установлены во встроенных дисплеях на праворульных автомобилях. Там они без проблем служат годами. Но готов поспорить, что однажды китайцы обязательно заменят этот вентилятор более дешевым аналогом. Это лишь вопрос времени. Так что этот вентилятор – бомба замедленного действия. Если он встанет, светодиод кончится очень быстро, так как площадь у радиатора очень маленькая. И никакого температурного мониторинга в блоке управления не предусмотрено. А зря. Пожалуй, самая дурацкая особенность этого модуля – это очень жесткое несоответствие оптической и геометрической оси. Даже на видео видно, что плоскость линзы не перпендикулярна вот этой плоскости. То есть, если мы закрепим модуль строго горизонтально, светить он будет очень сильно вниз с уклоном порядка 4-5%. И это при том, что все фары на машине настраиваются с уклоном от 1 до 1,5%. Впрочем, это лечится, но тогда с гарантией поставщика придется распрощаться. Итак, мы произвели некоторые доработки модулей. Слева оригинальные, справа доработанные. Зачем у оригинального модуля сделали вот эту вот шторку, затемняющую свет по краям машины и перед самой машиной, непонятно. Здесь мы ее немножко вырезали и также на фрезерном станке доработали площадку под установку линзы. Также была доработана площадка под светодиод. Немножко спилен вот этот упор, для того, чтобы можно было сдвинуть светодиод назад примерно на 2-3 десятки. При этом открывается больше света в режиме ближнего. С этим важно не переборщить, иначе вместо улучшения освещенности получим ослепляющее пятно перед машиной и мало света вблизи светотеневой границы, где он больше всего нужен. Для того, чтобы вокруг светотеневой границы не было синего ореола, вот в этом месте подогнута шторка, она сюда немножко выведена, и ограничитель ее хода доработан, чтобы в закрытом состоянии шторка была всегда в одном положении. Изначально вот в этом модуле она болтается, как карандаш в стакане. Итак, посмотрим, чего удалось добиться в результате наших переделок. Сейчас включен оригинальный модуль, и видно, что вокруг светотеневой границы у него довольно-таки неприятный фиолетовый ореол. Причем до стены сейчас порядка 4-5 метров. На дороге, когда он будет светить на 20-30 метров, этот ореол будет еще более заметным, чем на стене здесь. Включаем дальний свет. Видно, что горячее пятно, на видео оно хорошо видно, делится примерно в нижней части процентов на 30. То есть, когда у нас шторка закрывается, порядка 60% светового потока у нас оказывается спрятано за шторкой. То есть, у нас получается у оригинального модуля очень хороший дальний свет и не очень хороший ближний свет. Теперь включаем модуль, который мы переделали. Сейчас они будут светить у нас оба, а сейчас я отключаю оригинальный модуль. Здесь видно, что светотеневая граница стала гораздо четче, и исчез вот этот дурацкий фиолетовый ореол. Открываем дальний свет. Видно, что вот эта линия делит наше световое пятно, горячее пятно, ровно посередине. Когда шторка закрывается, у нас порядка половины светового потока максимального остается на дороге, причем вблизи светотеневой границы. Еще раз смотрим. Значит, это у нас доработанный модуль. Включаем оригинальный, выключаем доработанный и смотрим на дальний свет. То есть, форма горячего пятна. То есть, вот у нас горячее пятно. То есть, в среднем мы сейчас, получается, что увеличили яркость модулю примерно на 20% по сравнению с оригинальным. Небольшой бонус к видео. Сравнение модулей Halo FFDE60, соответственно, с голоденом, то есть, в оригинале, модуль Halo FFDE60 с ксеноном в нашем исполнении, со штатным ксеноном, и, соответственно, бимодуль Optima. Итак, смотрим. 60-ку освещает довольно-таки неплохо. А вот билет Optima. Он таки пересветил 60-ку. Единственная, конечно, претензия к билету, то, что у него достаточно такой синюшный спектр. То есть, он порядка 5500 кельвинов. Ну, сравнивать, наверное, с голоденом его не совсем корректно. Включаем сейчас ксенон. Ждем, пока он разгорится. Ну, он еще не разгорелся, но уже видно, что светодиод ему слил вчистую. То есть, он, конечно, гораздо ярче. И самое главное, то, что по спектру гораздо приятнее. И что еще характерно для наших модулей, то есть, очень широкий свет у ксеноновых модулей. Это раз. То есть, вот, кстати, вот видно здесь вот на боковой полке. А вот свет от ксенона от нашего. То есть, там я вот его ввожу вправо. У меня даже ширины видео не хватает для того, чтобы заснять, насколько он широко светит. Вот. Какие можно выводы сделать из этого? Однозначно, эти билет-модули я рекомендую устанавливать на мотоциклы. То есть, на любую технику, которая, скажем так, к ближнему радиусу действия. Если эта штука где-то у вас выйдет из строя на машине, где-нибудь в тысячах километрах от дома, и вы останетесь без света, это будет очень и очень печально. Она, конечно, может не выйти из строя, но играть это в лотерею или нет, решать вам.